Добрый вечер всем. Пусть Бог благословит сегодня каждого. Апостол Павел сказал такие слова, говорит, я рассудил у вас, братья, рассудил у вас быть не знающим ничего, кроме Христа и притом распятого. И с этих слов он начал свою проповедь. Я также хотел бы с этих слов начать, чтобы в центре моей проповеди, в центре этого послания пусть будет сам Господь, сам Христос. 72-й псалом, размышляя сегодня над этим псалом, первый стих написано, как добр к Израилю Бог. Добр к тем, чьи сердца чисты. Вы знаете, мы хотели бы испытать Божью доброту. Написано о доброте человека. Добр человек, сокровищница выносит доброе. Есть разные примеры доброты человеческой. Но Божья доброта, она намного сильнее, намного глубже. И доброта Божья, это как, будем говорить, как благоволение Его, как расположенность, как, будем говорить, ответ на что-либо для нас. Добр, написано Бог, и не просто добр ко всем. Все бы хотели испытать Божью доброту, но Библия говорит, что добр к тем, чьи сердца чисты. Вы знаете, сегодня как мало в церквях говорят о чистоте сердца. В различных церквях. Много говорят о разных движениях, о разных направлениях. О том, что не есть сегодня то, что приведет нас к доброте Бога. О различных поверхностных вещах. Но Библия говорит, что добр Бог к тем, чьи сердца чисты. Сегодня, придя в Дом Божий, давайте мы будем наблюдать за чистотой своего сердца. Уйдя из Дома Божьего, давайте мы также будем смотреть тоже за чистотой своего сердца. Но пересматривать свои мысли, заглядывать глубоко в сердце, нет ли там каких-либо произращенных растений, которые не Отец Небесный насадил. Все, что сегодня будет мешать, препятствовать, добр к тем, чьи сердца чисты. Написано, чистые сердцем Бога узрят. То есть я хочу сегодня побудить нас тому, чтобы мы просто задумывались о чистоте сердца более, нежели о том, о чем сегодня весь христианский мир, большинство, большая часть христианского мира задумывается. Много чего сегодня о чем задумывается. Ну, сегодня то, о чем проповедуется в церквях, оно не совсем есть основа библейская, но то, что чистота сердца – это пути угодны Богу. Но я хочу поговорить сегодня о такой теме моей проповеди. Ну, я хотел бы начать с молитвы, помолиться. Давайте мы склоним голову и помолимся. Отец, мы так благодарны Тебе за прекрасное время, за возможность, за просто Твою благодать быть в Доме Твоем, созерцать Твою красоту, поклоняться, петь имени Твоему, насыщаться благами Дома Твоего. Спасибо Тебе за то, что есть церковь, которую Ты создал, церковь, где мы можем приходить, возрастать, мы можем слушать, учиться у Тебя. И пусть сегодняшнее время также будет временем, когда мы проводим у Тебя. Назедай сегодня, наполняй, насыщай церковь. Пусть сегодня церковь, она будет напоена Тобой. Пусть церковь будет насыщена Тобой. Пусть эти злачные пожития, они сегодня будут, ну, мы будем приведены на них. Так, через Слово Твое, спасибо Тебе, слава Тебе за все. Аминь. Тема моей проповеди, я, ну, так, как бы ее обширно назвал, такое, ну, практическое наставление для церкви. И взял я с одного места, Ефесянам, 5 глава, 15 стих. Кто был в среду на молитве, пастор Ира, она с этого места говорила, и я думаю, ну, затронула пастор, думаю, то, что у меня давно на сердце об этом говорить, как пастор Володя где-то месяц назад мне позвонил, и у меня сразу, ну, как бы было желание об этом проповедовать. Это 5 глава, 15 стиха. Апостол Павел выделил несколько таких стихов, основных, как, ну, целая глава, ну, как назидание, но я хотел бы взять несколько стихов. Это было относительно церкви, которая находится в Ефесе. То есть, Дух Святой побудил его говорить об этом церкви, которая в Ефесе. Были церкви, которые находились в Галатии, в Риме, было другое наставление. Вот эти слова касались именно этой церкви. Я не знаю, почему, но, может быть, сегодня эти слова кому-то из нас будут тоже адресованы, и мы можем найти в них пользу. Кстати, город Ефес, это, ну, на территории современной сегодня Турции находится. И раньше писалось послание ефесянам, это не просто всему Ефесу, ну, церкви, которая в Ефесе. Пусть Бог сегодня церкви, сила веры тоже будет адресовать. Давайте мы возьмем с 15 стиха. Я буду читать из современного перевода. Так следите внимательно за своим поведением. Ведите себя не как люди, у которых нет ума, а как люди разумные. Старайтесь хорошо использовать свое время, потому что дни теперь окаянные. Поэтому не будьте бестолковыми, но умейте понимать, в чем воля Господа. И не напивайтесь вином, от Него только распущенность, но наполняйтесь духом. Беседуйте друг с другом словами псалмов, гимнов и духовных песнопений. Пойте и воспевайте Господа от всего сердца. Всегда и за все благодарите Бога Отца во имя Господа нашего Иисуса Христа. Дальше уже там как бы для семьи пошло наставление, для жен, для мужей. Ну, вот такие слова, они, ну, очень сильно отозвались для меня в моем сердце. Я для себя очень, ну, много с этого взял. Он говорит, так следите внимательно за своим поведением. Мы привыкли смотреть за поведением других людей, наблюдать. Мы смотрим за тем, кто как себя ведет. Мы часто спотыкаемся об поведении других людей. Вот это, ну, Дух Святой знает какую-то ситуацию и побудил апостола говорить, написать письмо этой церкви. И слова, которые были написаны, они говорят простым текстом. Следи за своим поведением. Смотри за источником своего поведения. Почему, ну, я должен смотреть за своим поведением. Ну, это понятно, не за соседом, не за ближним, не за кем-то другим. Я должен наблюдать. Почему я должен наблюдать за своим поведением? Для того, чтобы мне узнать, от чего у меня побуждение. Чтобы мне знать источник, корень, начало, откуда, что меня толкает. Вот так или вот так поступать. Что движет мной. Зачастую есть же причина, почему мы вот так или вот так поступаем. Чтобы знать, в чем сама суть наших поступков. Что движет нами. Какие мысли в глубине лежат. Что есть основой. Следи за своим поведением. Наблюдай за своим поведением. Посмотри за собой и задавай себе вопрос. Почему вот так или вот так поступил. Какая причина твоих поступков для того, чтобы исправлять. Чистое сердцем. Бог будет добр к ним. Чистота сердца. Откуда она придет? Чистота. Ну, надо найти вот этот путь. Дальше он говорит. Веди себя не как люди, у которых нет ума. А как люди разумные. Я начал себе задавать вопрос. О каких людях идет речь, у которых нет ума. И мы, как знающие писания, читающие. Мы можем смотреть люди, примеры, у которых нет ума. О ком первое говорится? В кого нет ума? Сказал безумец тот человек, без ума, что нет Бога. Есть люди, которые не просто нет Бога. Они ведут себя как нет Бога в их жизни. Поступают как не Бог, самый главный в их жизни, а как Он, как Бог своей ситуации. Бог, который решает все. Пришел Бог домой. Включил Бог телевизор. Телевизор. Бог решил вот так поступить. Не Господь, да будет воля твоя. А тот, кто, ну, керуе. Пан керовник. По-польски водитель. Керовник. То есть, кто управляет твоей жизнью. Веди себя не как человек, у которого нет ума. Нам ум дан, разум дан, для того, чтобы мы могли, ну, как бы, здраво размышлять о Боге, принимая какие-то решения в сторону Бога. Разум дан нам для того, чтобы есть разумение, такое слово, разуметь Бога, понимать. Он говорит, не ведите себя так, это Он церкви дает послание, не мирским людям. Он пишет конкретно церкви. Можно сказать, Павел, ты что, не понимаешь? Ну, люди же мы духовные, мы же поем про славление, мы же, ну, славим тебя, мы же понимаем Бога. Ну, почему-то Бог именно церкви говорит такое послание. Ведите себя не так, как люди, у которых нет ума. То есть, первое, есть люди, у которых нет ума, которые, ну, не просто отрицают Бога, как вообще Его, как нет. А в своей жизни ведут себя, как будто нет Бога, как будто Он Бог. Второе, о ком мы знаем, у кого нет ума? Библия говорит, кто прелюбодействует, там не написано, что много ума, и Он крутой, потому что Он много прелюбодействует, Он самый крутой. Библия говорит, у такого человека нет ума. Потому что, если бы было у него разумение Бога, был бы разум, Он бы здраво рассуждал. Что любовь, которую Бог дает, это связь, которую Бог дает, и отношения, которые выстраиваются на долгое время. И в эти отношения в любви, где есть муж и жена, нельзя кого-то впускать. Эти отношения, они созидаются, они долгое время строятся. Эти отношения для двоих людей, там третьему места нет. Человек, который нет ума, который отрицает эти вещи, он легко переступает. Это говорит о его несиле, это говорит не о том, что такому человеку нужно завидовать, что он какой-то крутой. Это говорит о его слабости, о том, что он на самом деле безумный, просто нет ума. Может быть, у него в миру есть высшее образование, и он интеллигент, имеет какую-то степень научную. Но это говорит, что по отношению к Богу у него нет ума. У него просто его нет, разума нет, разумения нет. Он не может понимать такие вещи. О ком еще речь идет, как о безумном в Библии? Как пример для того, чтобы более вырисовать слова апостола, чтобы понять. Он говорит, Матвея, 25 глава, 1 стих. Пример, я открою, пример о мудрых и неразумных сестрах. Там о верующих говорится, о церкви, там о неверующих. Говорится о тех, кто... Я открою, 25 глава. Потому что вот чему будет подобно тогда Царство Небес. Представьте себе, 10 девушек с факелами в руках вышли встречать жениха. 5 из них было глупыми, а 5 умными. Глупые взяв факелы, не захватили с собой масло. То есть бежали, быстро собирались, не успели захватить. А умные взяли вместе с факелами и кувшинчики с маслом. Жених задерживался, и девушки стали дремать и уснули. В полночь раздался крик, жених идет, выходите встречать его. Смотрите, Христос первый раз пришел как Спаситель. Он явил Себя миру, Он явил Себя нам как Спаситель. А второй раз Он придет как жених. Чем церковь живет, это тем, что ожидает жениха. Церковь ждет жениха. Церковь не просто, ну мы не просто ходим в церковь для того, чтобы получать благословение. Десятины приносим, чтобы нам умножилось. Помогаем другим, чтобы пожать. Ну то есть переводим все как на материальный план. Нет, мы живем по велению Бога, мы живем ожидая Его, соблюдая Его Слово. Это как прообраз масла в светильниках, поступая. Ну Давид говорит, слово твое, это есть как светильник в моей ноге. То есть соблюдая Слово, ты как этот кувшин с маслом хранишь. И мы, церковь та, которая ожидает Христа, которая ждет возвращения жениха, это церковь, которая имеет разумение, разум есть. Церковь, которая не ждет Христа, это безумные. Это примерно вот этих пяти первых девушках, которые не взяли с собой, они отнеслись очень, ну будем просто, они не жили тем, что ждут жениха. Да, знаете, ну давайте мы просто сегодня посмотрим, если бы сегодня физически, ну в земном, обычном нашем варианте у кого-то была свадьба. Надо было бы готовиться к этому, ну бракосочетанию, к пиру, ну ко всем каким-то событиям с этим связанным. Было бы глупо, что, ну кому-то спросили там, брату или сестре, задали вопрос, слушай, так у тебя завтра свадьба, ты так ведешь, ты готовишься? Нет, зачем мне готовиться? Будет день, будет пища, завтра как бы придет, все как бы. Само собой решится. Сегодня некоторые церкви, они вообще, если посмотреть, они об этом не проповедуют, о встрече с женихом. Когда придет жених, что за собой это повлечет? Церковь будет вознесена, жених придет забирать, жених придет отозвать церковь. Все, те, которые хранили верность, которые страдали, которые, может быть, переживали трудности, которые были гонимы за благочестивый образ жизни, которые жили, ходили в святости и были преследуемы, ну, в миру называют там белая ворона, ты как бы особенный, ты там ненормальный, ну, по-разному называют. Люди, которые претерпевали какие-то лишения за Христа, они будут забраны на брачный пир. Потому что они все вот это время готовились, их разум был настроен на то, чтобы ожидать встречи с Богом. Они не жили, ну, не жили беспечной жизнью, неподготовленной. Они не тратили просто свое время для того, чтобы устроить здесь какое-то движение и иметь какую-то большую церковь, иметь влиятельное какое-то движение. Они больше наблюдали за чистотой сердца, чтобы угодить тому, кто их позовет на брачный пир. Вот в чем разум или разумение и мудрость вот этих пяти, которые приготовились, они жили тем, что придет жених за ними, и мое состояние должно быть угодным ему. Он не придет просто забрать себе какую-то, ну, побитую, там, грязную, где-то в грехах валяющуюся. Он придет те, которые освятил, очистил, которая уже жила словом его, которая готовилась, которая соблюдала, ну, соблюдала свои поступки, ходила в святости перед Богом, приходила, освящалась. Он придет за этой церковью? Это, Библия говорит, что это мудрые. А кто такие глупые? О ком он отзывается, как о глупом? О ком он отзывается? Мы можем смотреть очень много примеров, как Христос, к которому они отнеслись неуважительно, они пренебрегли словом. Это как церковь, которая пренебрегла его приход, глупые. Точно так же можем посмотреть на безумных людей. Имя одному Навал, который был безумный. В чем его безумство? Давид – это прообраз, ну, прообраз Бога, прообраз его как персонаж такой, будем говорить, угодный Богу. Пришел к нему за тем, чтобы он ему чем-то послужил, его людям, сделал ему какое-то предложение, говорит, мне надо там то-то и то. Мои люди сейчас, ну, голодные, они там в гонениях, преследуемый царем. Безумный, у него нет способности для того, чтобы ответить на призыв Бога. Безумный отверг волю Бога. Он поплатился, он был умер, ну, он умер, это как, ну, знаете, как тоже прообраз того, что его жизнь просто была уничтожена. Давид, хотя и претерпевал лишения, но это позитивный персонаж. Это персонаж, который показан нам как пример в Библии. Часть народа Божьего, или, ну, вообще народ Божий, он будет страдать. Но он страдает к жизни. Безумный пострадал к смерти. Безумие его было в том, что он не ответил на призыв Бога. Сегодня Бог, ну, в своей церкви зовет, говорит, сегодня люди точно так же в церкви делают выбор. Кто-то наблюдает за своими путями, ожидая в своих сердцах, каждодневно, ну, в сердце происходит служение, ожидает Христа. Да, в этом есть и разумение. В этом есть мудрость ждать Христа. Церковь, которая не ждет Христа, это вообще не церковь. Ее уже жизнь, уже закончилась. Церковь, которая ждет Христа, ее ждет будущее. Потому что это будущее в небесах. Это славное будущее. Это то, вообще, о чем он обещал. Эта слава намного, но ее даже нельзя сравнить с земной славой. Люди сегодня хотят что-то пожинать на земле, получать. Это временное, это, ну, просто, это слава земная. А есть слава небесная, которая ожидают те, которые хранят Богу верность. То есть, о ком идет речь, как мудрый и неразумный? И Павел говорит церкви, не будьте как неразумные, не будьте как церковь, которая не ждет Бога, не будьте как церковь, которая отзывается на призыв Бога, на что-либо, что Бог сегодня говорит церкви, ну, неразумные они пренебрегают. Возьмите факелы, зачем нам надо? Возьмите масло, мы и так пойдем. Они погибли, о них все, они ушли, двери были заперты на брачный пир, они стучали в двери, им было туда глаз, я вас не знаю, я вас просто не знаю, вы в стороне остались. Но те, которые вошли на брачный пир, вошли в славу. Сегодня церковь, мы как, ну, мы есть церковь, только какая будем, как церковь, как разумная, или которая отвергает разум, который должен, ну, способен принять. Еще одно место, еще одно место, 1 Коринфянам, 2 глава, 14 стих. «Природный человек, природный, ну, не тот природный, який в школе выучал природознавство, природный, тот, который по плоти, не принимает того, что исходит от духа, ведь для него это глупость». Понятно? Ну, для плотского человека действие человека по воле Бога всегда будет вызывать странность. И дальше написано, «Ведь для него это глупость, и он не способен это познать, потому что об этом можно судить с помощью духа». А духовный человек судит обо всем, но о нем судить никто не может, потому что, как сказано в Писании, «Кто познал разум Господа и мог бы дать ему совет, а у нас разум Христа». Люди, которые поступают по воле Бога, они вызывают у других людей непонимание, их называют ненормальными. Я как-то рассказывал, ну, читая одно свидетельство, то, что раньше было в Советском Союзе и вообще в других странах во времена гонения, когда преследовали христиан, которые сажали в тюрьмы за Бога. Этими людьми очень сильно манипулировали, спекулировали. То есть забирают, допустим, родителей или кого-то из родителей в тюрьму, а детей забирают в детский дом, потому что, ну, говорят, это же ненормальные у вас родители, и вы должны в нормальном каком-то учреждении государственном воспитываться. И все время этим детям вкладывают, что вас родители не любят. И после выхода, ну, уже из тюрьмы, родители приходят, а дети их уже не признают, потому что все время вкладывали, что вас родители бросили, видите, как они вас любят. Если бы они любили, они бы отреклись от Бога, поэтому вы им все равно. И вот такая душевная сильная связь, ну, привязана все равно, родители есть с детьми. И ставя Бога на первое место, даже расторгаясь со своими детьми, они с какой болью уходили в тюрьмы, ну, садились в эти тюрьмы, осознанно понимая, что они угождают Богу, потому что они не страдают, как вор или разбойник, они за имя Христа. И вот эта связь, ну, разрывается. Какие боли переносили люди? Их называют, вы ненормальные. Как ты мог своим ребенком вот так поступить? Как ты мог? Ты же отрекся от своей семьи. Но Библия говорит, кто не отречется своих родителей, там, друзей, братьев, не может быть моим учеником. Всегда таких людей называют странными. Мир говорит, вы странные. То есть, если мир тебя не будет называть странным, то значит, ты с ним заодно. То есть, если нет какого-то четкого разограничения, нет четкой контрастности между миром и церковью, нет странности в наших поступках по отношению к миру, ну, я имею в виду в здравости, что мы, исполняя Божью волю, для них кажемся странными. Если такого не будет, то это катастрофа. Это то же самое, что когда Христос придет забирать невесту, а у них факелов нет. Как их узнать среди вот этого грешного мира, темного, как можно только будет по одному, у кого был факел в руках, тот и заметен. Как самолет садится в ночное время, в военное время, где огонь горит, там видно, где свои. В ком есть Дух Святой, начаток Духа, в ком Слово Божье горит внутри, чье сердце освящено Богом, тот, как свет, будет в темном мире, будет виден и для Бога. Он не так знает, но это как иллюстрация для нас понятна. Вот его, вот его, вот его. Остальные, которые слились с миром, все, это катастрофа. Поэтому сегодня для нас есть такой выбор. Если мы будем с миром заодно и ничем не будем отличаться, мы не будем выделяться, то тогда и нас это учить ждет. За нами тогда тоже нет смысла уже приходить. Будущего нет. Поэтому церковь сегодня для нас это послание тоже касается. Павел говорит в своей церкви, которую он начал, насадил, и такие слова говорит, не будьте как неразумные, не будьте, но будьте наоборот, как разумные. По велению сегодня нам, будьте как разумные. И разумные вот поступают, они делают, у них есть разумение от Христа понимать волю Бога. У них есть разумение, ну, ну, как бы, разуметь Бога. 1 Коринфянам, еще 3 глава, 3,18. И пусть никто себя не обманывает, если кто из вас мнит себя мудрым в этом мире, пусть станет глупым. То есть для мира, пусть, ну, если кто-то хочет в мире быть мудрым, то ты должен стать для них глупым. Ведь мудрость этого мира, мудрость этого, те, кто считают себя это глупость перед Богом, вот о той глупости, о которой мы говорим. Если церковь сегодня на уровень мира опускается, проповедует мирское процветание, проповедует мирскую жизнь, мирское устройство, мирское все движение, это есть глупость перед Богом. Такая церковь останется на задворках. Это как те неразумные, которые слились с миром заодно, они остались. Давайте вернемся опять к Ефесянам. Ефесянам, 5 главе, 16 стих. Старайтесь хорошо использовать свое время. Мы это на молитве говорили в среду, в греческом варианте это написано «выкупающее время». То есть здесь написано «старайтесь хорошо использовать время», а в греческом «выкупайте», «выкупайте свое время». Я задумался, думаю, о чем речь идет «выкупать время». Вот то, за что мы платим, как бы выкупил, забрал, вот как Христос выкупил из плена, заплатив какую цену. То есть, чтобы что-то выкупить, нужно внести какую-то плату, нужно осознанно что-либо заплатить, перекрыть, что-то потерять, чтобы приобрести. И это речь идет о времени. Часто неопытные люди говорят так, «Та надо время убить, здесь тут торчу, там, ухожу, чтобы как-то время убить». Время не надо убивать, его и так мало. Его надо выкупить, его надо правильно использовать. Время, оно и так пойдет, оно уйдет, оно как через песочные часы, оно сыпется потихоньку, и ты его не можешь остановить. Но если, оно как ветер, знаете, корабль дует, вот просто может ветер, просто может, как в сказке там Пушкина, ветер по морю гуляет и кораблик подгоняет, то есть гуляет. Но если будет кораблик, это будет что-либо правильно предпринятое нами действие по отношению к времени, то ветер раз и подул, и этот корабль поплыл. Если мы будем понимать время, то мы можем это время использовать для того, чтобы больше Богу служить, что-либо принести плод, потому что время и так уйдет. Есть вещи, мы сегодня были там в одной сестре дома, заезжали, и я приводил пример, когда-то мы взяли ребенка, сегодня мы отправляли там в поездку, отвозили в аэропорт, восемь лет, а когда мы брали, было четыре месяца. Я думаю, если бы мы не взяли, может быть, мы уже бы никогда не взяли. И кто его знает, как бы судьба сложилась. Но этот ребенок вырос в нашей семье, этот ребенок ходит в церковь, она знает Бога, она познает, она, любит Бога, видно чистоту, она сердцем переживает. Вот время не утрачено. И думаю, сколько в жизни я наломал дров, ну хоть в этом, я думаю, слава Богу, что мы как бы правильно использовали время, потому что время прошло, но оно не зря прошло. У нас есть люди, ну часто отзываются так, вот мы хотим там пожить для себя, вот мы хотим. Я говорю, вы параллельно жили, и мы жили. И у вас восемь лет прошло, и у нас восемь лет прошло. Ну вы за это время, вы на курортах сожли больше свою кожу, вы за это время больше там что там, ну потратили на что-либо. Мы там были ущемлены, по вашему мнению, от чего-то, но зато мы что-то приобрели, то, что вы уже никогда не приобретете. Вот можно что-то приобрести то, что другие никогда не приобретут. Как бы ни хотели. Есть вещи, которые за деньги не купишь. Вот правильно используя время, говорит о том, что есть вещи, которые вы никогда не купите, ни за какие деньги. У меня есть один пастор, друг, мы общаемся с ним, он там, ну, с другого населенного пункта. И вот он очень много времени тратит, ну, созидает отношения с Богом, любит Бога. А другие люди в это время там созидают бизнесы, и там, крутятся там, и смотрят. А он более такой простой, скромный, ему говорят, да, говорит, один человек, у меня есть то, ну, что у тебя нет, у меня денег хватает, говорит, я об этом не думаю, если я что-то захочу, я себе могу приобрести. Говорит, ну, твоя вера созидалась, и, ну, вообще формировались отношения, я был, говорит, занят другими вещами. Я, говорит, зарабатывал деньги, а теперь прошло большое расстояние, мне, говорит, никогда к тебе не приблизиться. Вот иногда мы выбираем такие вещи, и нас время просто разносит в разные стороны. Время пошло, ты туда пошел, кто-то другой туда пошел. Поэтому, если мы выбираем к вечности, то давайте так выкупать время наше, чтобы оно нас приближало к вечности, а не отдаляло. Пусть наши все поступки, какие-то ценности вокруг нашей жизни, они будут связаны с тем, что они направляют нас к вечности, и пусть время нас потихоньку, оно все равно идет, жизнь с каждым днем заканчивается. Вот мы в среду об этом говорили на молитве, уже 4 дня, у нас жизнь стала на 4 дня короче, или на 3 дня. И это факт. Дальше, смотрите, написано вот в таких вещах, интересно. «Потому не будьте бестолковыми, но умейте понимать, в чем воля Господа». «Поэтому не будьте бестолковыми, но умейте понимать, в чем воля Господа». Мы умеем много чего понимать, понимаем, умеем много чего делать, мы много чего научились, мы умеем там сажать картошку, мы умеем зарабатывать деньги, умеем детей растить, умеем шить, вязать, там, ну, много чего. Батроскин говорил, я еще и на машинке шить умею, то есть умеем. Много чего мы умеем, но Библия о наших навыках не отзывается так, как о одном навыке, о котором очень важно в Библии написано, как повеление нам сказано, умейте понимать Божью волю, потому что именно понимание Божьей воли нас приведет к вечности. Непонимание Божьей воли нас отдалит. Если мы не будем понимать Божью волю, мы будем противниками Богу. Даже если мы будем в церковь ходить, мы постоянно будем натыкаться на какие-то стычки, у нас постоянно будет, мы будем нарываться на углы, у нас будут постоянно какие-то конфронтации с Богом, мы будем постоянно неугодными людьми, мы будем, можно как Саул, Вроде служил Богу, но Бог отторг его от царства. Я смотрю по детям, когда много детей в семье, по детям очень хорошо видно. Вот ты иногда свою волю говоришь детям, там уезжаешь, говоришь, я хотел бы, чтобы дома был порядок. Ты приезжаешь, и дома порядок, и тебя это радует. Если они понимают, что родителям нравится, и они это делают, родители приезжают всегда с какой-то добротой к ним. Но часто они не понимают, наоборот, в чем желание родителей. И ты приезжаешь, и все наоборот. И сразу дома меняется атмосфера, там розга и какие-то другие вещи, или что-то в чем-то ущемление. Вот иногда это бывает в нашей жизни вот так. Мы, если не понимаем Божью волю, мы будем как противниками. Хотя и мы называем себя христианами, и можем говорить, я провозглашаю, я исповедую. Хоть доисповедуйся. Если ты не будешь понимать Божью волю, ты все время будешь противиться Ему. Ты будешь идти против вражда. Ты будешь постоянно упрямствовать. Ты будешь постоянно попадать на какие-то ситуации, которые тебя будут обламывать. Непонимание Божьей воли. И Павел говорит в своей церкви, говорит, научитесь понимать, чем Божья воля. Мы знаем Божью волю во многих местах. В 1 Фессалоникийце написано, воля Божья освящение ваше, и чтобы вы воздерживались от блуда. Мы знаем, что блуд это грех, и есть воля Божья, которая прописана. Не будем оставлять собрание вашего, как есть обычаи у некоторых. Мы знаем, что есть воля Божья, но есть вещи, которые нам надо учиться, которые мы четко не знаем. Есть как совершенная Божья воля, где, допустим, по поводу вступления в брак или каких-то вещей, где нам надо задавать Богу вопросы. Как в этой ситуации поступить, в которой черным по белому нам не прописано. Он говорит, научитесь понимать, научитесь понимать. Вот это искусство научиться понимать, чем Божья воля. Задавать Богу вопрос и ждать ответа от Него. Вы знаете, это тяжело. Когда у нас один человек, когда трудности начались в его жизни, он говорит, надо доверять Богу, надо доверять Богу. И я так слушал, 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 и мне пришло понимание, о чем он говорит. Мы иногда строим свои планы, выстраиваем ряд планов, выстроили, а потом говорим, надо доверять Богу. Как бы подразумевая, что Бог поможет нам осуществить наши планы. Но доверять Богу надо в том, что не он мои планы будет осуществлять, а в том, что я буду его планы осуществлять. Чтобы если у меня уже выстроены планы, или билет куплен куда-то, я мог бы сказать ему, хорошо, Господи, разорвал билет, все, останавливаю все свои планы, обламываю все свои идеи, если ты их не хочешь. В этом доверять Богу. Любой твой ответ я принимаю, как для себя, как закон. Если ты скажешь да, аллилуйя, если ты скажешь нет, я не опечалюсь. Мы можем сказать своих ситуаций, в которых мы молимся? Человек приходит к Богу, говорит, Господи, хочешь меня очистить? Он не говорит, очисти меня, бегом во имя Иисуса, Иисус. Ну, как харизматы сегодня. Даже не понимают, кому они говорят, и вообще, кто должен шуршать в доме? Он, хочешь меня очистить? А если бы он сказал, не хочу? И слава Богу, так и будет. Если не хочешь, так и будет. А если хочешь, пусть так и будет. Мы готовы сегодня сказать на свои планы? Но когда мы уже их выстроили, как тяжело нам их оставить? Я вам приведу один такой пример. Один брат мне рассказал, он в стихах, это такой пример, ну, как бы, он длинный стих о том, как один ангел приходил в семью, но пришел в семью, ангел, его в этой семье приняли, его угощали, он уходил с этой семьи, и у них была такая золотая чаша, он раз, хоп, эту чашу и забрал. И говорят, это пути Божьи. Говорят, как это пути Божьи? Ангел пришел, забрал. Это пути Божьи. Как бы, потом тебе откроется. Пришел в другую семью, гостевал, его там, ну, угощали, все, эти родители сказали, проведи сыну своему этого ангела. Он провел, и уходя, он взял сына, утопил. Говорят, это пути Божьи. Говорят, как пути Божьи? Потом пришел еще к одному пожилому человеку, который принимал гостей, служил в Библии, как странно приимчивый человек, то есть, принимал странников. уходя, он сжег ему этот дом, в котором он жил. И потом, ну, как бы собрались, объясни, вот, как это произошло. Он говорит, смотри, вот эта чаша, которую ангел, как бы, люди считают, украл, и, говорит, она была отравлена. Каждый, кто принимал с этой чаши, в какое-то время, она дома стояла, как семейная реликвия, умирали. Вот он избавил этот дом от смерти, забрал эту чашу. Люди не поняли. Говорит, хорошо, а сына как ты вот забрал? Говорит, а эти родители, которые занимались, ну, типа, как будем называть, гостиничный бизнес, принимали постояльцев, напивали, ну, спаивали, чистили карманы, забирали. Говорит, один, кто был не порабощен этим злом, чистый, неоскверненный, это сын. Он забрал этого сына. Говорит, а дед, ну, зачем же ты в деда забрал? Говорит, когда дед будет разгребать вот эти все, что сгорело, он заслужил на то, чтобы, ну, что-то иметь в этой жизни, потому что Бог его хотел благословить. Там загорит клад. Вот так есть пути Божьи. Мы не всегда, мы смотрим на какие-то ситуации прямо линейно, не поднимая, в чем воля Божья, в чем благо для нас. Мы идем, как в лобовую, упираемся, дай мне только это. Бог говорит, слушай, так я тебя приготовил благо. Ты уперся там в ту чашу или в ту ситуацию. Почему Бог на него забрал? Да потому что у него есть намного больше понимания. Мы, как, знаете, люди, мы даже, когда в шашки играем, мы на два хода видим. Есть те, которые играют, а не на 20-30 ходов, которые занимаются как, ну, профессионально. Бог на миллионных ходов, Он сознатель, Он знает ситуацию. Умей познавать, в чем Божья воля и соглашайся с Божьей волей, и ты будешь в плане Его, даже если ты будешь переживать какие-то трудности, какие-то стесненные обстоятельства, которые в этом мире тебя жмут, то все равно ты на стороне Бога. Бог за тебя, Бог хранит. И если ты даже страдаешь, ну, физически там телом, ну, какими-то ущемленными обстоятельствами, дух твой сильнее становится. Мы хотим, чтобы все решилось, чтобы, ну, все вот так, палочкой волшебной махнул, пообещал всем, вот мы сейчас, приходите к нам в церковь, мы будем молиться, все решится. Ты откуда знаешь, может еще усугубиться. Бог своих наказывает, учит, созидает их веру. Поэтому мы, ну, не всегда, я смотрю, у меня этот год намного тяжелее, чем другие годы, но я понимаю, что есть в этом Божье провидение. И я не хочу говорить, Господи, для чего так? Я знаю, что так надо. Ну, есть какие-то вещи, которые для меня будут, что это есть воля Божия, это часть Его плана. Познавай. Дальше написано, но умейте понимать, в чем воля Бога, и не напивайтесь вином, от Него только распущенность. Вот такое слово распущенность. Когда-то в армии служил, там офицер заходит, говорит, да вы себя вообще все здесь распустили. Да вы себя, что вы себе позволяете, вы себя здесь все распустили. Распущенность, это когда что-то было собрано, в какую-то, будем говорить, ну, в какое-то направление, вот собран. Человек, когда сфокусирован на чем-то, на вечной жизни, он собранный, у него есть дорога. Она может быть узкая, она может быть под гору, она может быть трудная и тяжелая, но он собран на эту дорогу, он поставлен, он знает, что ему надо идти тяжело, узким путем, его предупредили заранее, что путь будет очень трудный. Его сфокусировали на трудный путь, он настроен на трудный путь. Но есть вещи, которые распускают человека, они его расслабляют, они убирают у него цели, убирают вот это ограничение его, ну, убирают его сфокусированность, просто распускают. Это венок как прообраз только того, что человеку все, его сердце, ну, как бы, ну, состояние размякло. Есть люди учением каким-то, физической поддержкой, просто, ну, бьют этого человека по каким-то опорам, распустил человека, у него теперь не стало границ, он куда угодно. Это как водитель едет, у него есть одна полоса, а распущенный человек, ну, пяный или просто неадекватный, он может куда хочешь ехать. То есть ему все равно в забор, в другого человека, вот так и в духовном плане, есть люди распущенные, церковь распущенная, не дисциплины, не устройства, ничего нет, нет видения, куда идти, просто распущенный человек. И вот Библия говорит, что есть вещи, которые нас распускают. Это может быть вино, это может быть какое-то учение, если человек не понимает Божьей воли, и еще есть вино, я знаю христиан, которые увлекаются вином, они распущенные. Раньше он как-то, ну, у него было что-то, какие-то границы, у него были четкие, какие-то проведенные, ну, принципы в жизни. Когда человек распущенный, он все. У него уже нет границ, он себе много чего позволяет, в мыслях он много чего позволяет, в желаниях своих много чего позволяет, он ничем не отличается от мира. Распущенный. Библия говорит, вино приводит в твою жизнь распущенность, человек стал распущенный, как веник, возьми веник, распусти, это уже не веник, не сможешь ни подмести, ничего уже не сделаешь, он распущенный. Но когда он собранный, то он может быть, как и ударный инструмент, еще послужить. Поэтому, ну, что нас распускает? Есть вещи, которые нас расслабляют, распускают, расслабляют нас. Человек, может быть, страдал, за Христа стоял, нашлось что-то под рукой ему, накрутил, подсказал этому человеку. Есть люди, которые подбивают. Да зачем тебе? То есть, вера у человека, ну, теряется, у него все, как бы сфокусированностью уходит. И не напивайтесь вином, от него только распущенность. Но, что надо делать? Он говорит в своей церкви, хорошее пожелание, что надо делать? Он говорит, но исполняйтесь Духом. Вместо распущенности, наполняйся Духом. Дух Святой. Бог, который снаряжает церковь, Дух Святой, был вот праздник Троицы, Он свою церковь снаряжает, Он служит, ну, как бы, созидает церковь. Дух Святой напоминает слова Иисуса Христа, Он напоминает учения, Он утешает, Он собирает церковь, Он переводит взоры на небо. Дух Святой, Он освящает, даже сам Святой Дух, Он человека делает святым. Человек, который имеет отношение с Духом Святым, Он не более грешный становится, не более адекватный. Ну, есть люди, которые ходят там, вот там, кульгают, хромают, моргают, ржут. Говорят, это Дух Святой. Я не знаю, я нигде не читал, чтобы Творец Дух Святой вот так, ну, ржал. Если Он тебя наполняет вот так, ну, то для чего, ну, не могу понять. Качается, падает, дрыгается, знаете, это Святой Дух. Пиджаком махнул, хоп, все ряды попадали. Зачем? Это, ну, к чему? Ну, к святости, это к созиданию веры, к направлению в небеса, к вечности. К чему такое движение Святого Духа? Библия говорит, наполняйся Святым Духом. И дальше написано, через что приходит наполнение? Практический Совет. Беседуйте с друг с другом словами сериалов, футбольных матчев, мирских песен, а то, шмато, война, и все дальше. Ну, и ваша вера будет, когда собирается, вот, иногда христиане пришел в дом и начинает, за политику, за то, за то, смотришь, хорошее наполнение Духом, только, наверное, более, ну, правильно будет сказать, бесовским. Потому что, если Духом Святым, то написано, какими словами надо наполнять. Если мы общаемся друг с другом, поднимая веру, то Библия говорит, наполняйся, беседуя друг с другом, словами псалмов. Слова псалмов, вот, псалмы, которые Бог давал, это слова, ну, пережитого человека, ну, пережитого, ну, что-то в жизни пережил, и Бог его наполнил. Слова, которые богодухновенные. Общаясь, мы друг другу передаем практические вещи. Мы передаем ободрение, передаем утешение. Мы служим друг другу. Духовных песнопений. В греческом еще написано, тут здесь написано, поява спевает, а там написано, еще играя. То есть, сердце твое еще играет, если ты соединяешься с Богом. Какую-то мелодию, какой-то ритм напевает в твое сердце. Передай что-то, ну, поделись с кем-то переживанием Бога, и смотришь, с таким человеком пообщался, и жить хочется, ты наполняешься духом. Вот чем церковь должна, как камни живые трутся друг от друга, что-то стирается, что-то приходит, чем-то наполняется. И духовных, пойти и воспевайте Господа от всего сердца. Кого надо воспевать? Проблемы воспевать, власть воспевать, хорошую, даже если будет хорошая, ни в коем случае не воспевать. Воспевать только одного Бога. За Его милость, за чудеса, за Его величие, за все, что Он сделал. Есть нас кого воспевать. Хватит, даже если будет супер президент придет, церковь все равно будет Господа воспевать, истинная церковь. Дальше написано последнее такое пожелание. Всегда и за все. Всегда, то есть время, когда будет не хотеться, не будет, возможности, не будет желания, не будет какой-то благоприятной ситуации. Всегда. Это значит всегда. И за все. Даже когда тебе кажется, что ты в проиграше, ты не в проиграше. Есть тот, кто знает. Есть тот, кто ведет, есть тот, кто созидает. И он знает лучше, что для нас, какой путь пройти. За все благодарите Господа. Нам кажется, что это поражение, это не поражение. Пока мы здесь живем, это не поражение. Поражение, это когда церковь будет вознесена, ты остался. Вот это поражение. Это еще не поражение. Бог способен все обратить в то, как Он посчитает нужным. В победу. Если надо, Бог обратит вообще из ничтожного состояния, может поднять. Бог из ничего. Как и вселенная, с чего была создана. Всегда и за все. Благодарите Бога Отца во имя Господа нашего Иисуса Христа. Пусть Бог благословит нас. Давайте помолимся. Господь, спасибо тебе за твое назидание, ободрение. Вложи правильное твое слово, истинное слово, Господи, в церковь. Пусть вера поднимается, пусть освящается церковь. Ты молился за своих учеников, говорил, освяти их, Отец, истиной, освяти их словом, потому что слово твое есть истина. Пусть слово твое освятит, пусть слово твое отделит, пусть слово твое созидает, поднимет внутри нас веру, пусть слово твое, Господи, направит наши взоры на небеса. Спасибо тебе, мой Бог. Мы славим тебя за это, благодарим тебе за все слава, честь и хвала. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Аллилуйя. Спасибо. Спасибо. Продолжение следует...